так всем привет доброе утро 26 января литва граница начинаем стартовать жустон тоже со всеми здоровается мы почти на родине почти в латвии на самом деле в литве еще нормальный нормальная обстановка нормальная заправка все есть к хлеба нету магазине а мой хлеб который покупал и покупал в италии или в швейцарии он такой твердый трудновато его кушать но как-то за два бутерброда 4 евро давать кофе купила решил как-нибудь так сыр колбаса и этот хлеб ну да потому что он свеже выпечены его надо кушать буквально они ждать там двое-трое суток еще я его держал не в кульке об этом стандартном который покупал пакет он был такой бумажный но ничего это не страшно вчера все яйца свои последний доварил не свои куриные вот и скушал их вчера все иначе фигу знают там по портится не по портится ну что нам остается что 160 180 километров не 160 километров на выгрузке сейчас тартанем дорогу мне оплатили думка тут выезжать так выезжать или как выезжать наверно там все выезжают хотя тут не поймешь кто как выезжает по сути никаких знаков не за что там нельзя выезжать я не вижу поэтому можно и там поехать ну ладно прям как всем информации никакой нету что дальше будет но мне надо на ригу мне нужно оформить страховку страховой случай после прилета в правую фару подкрыльник что там еще крыло и по ходу тогда и диск немножко помяло не диска этот защиту до декоративную диска немножко помяла но не знаю это были планы недельной давности что сейчас будет не знаю за это время я проехал сейчас посчитал 99 500 я проехал километров это 3 января ничуть этот кружок был получился 3 января выехал выгрузился в испании загрузился швейцарии в испании загрузился швейцарии таможенные склады его сейчас еду на вильнюс ну ощущение ребята нормальное настроение нормальное надеюсь сегодня быть в риге если что-то не поменять не поменяется конечно я задал вопрос на фирму что там дальше пока молчание посмотрим ну как босс компании говорит что олег давай забудем слово планирование что там запланировано никто ничего не знает так что готова мы на выезд кстати еще раз хочу сказать вот такой чайник по скидке стоял 6 евро пластиковый с колбой чайник термос очень хорошая штука вот вчера чай заварил где-то примерно часов 9 вечера сейчас 6 утра чай горячий офигенно у меня есть большой термос такой да я покупал до этого но настолько неудобный он большой ну слишком много там надо там два с половиной литра это слишком много то мне нужно блин несколько чайников заваривать 4 чайника чтобы его наполнить а это как-то удобнее тот я брал с собой большой термос но что-то сейчас этот раз решил дома оставить потому что как-то этот такой хороший он устойчивый поставил вот здесь у газ помещается большой бы не помещался бы здесь под ручкой ну ладно все запускаемся ребята и поехали поехали вильнюс коллеги сегодня стартанули уже сейчас едут что-то я как-то думал 300 километров 160 что там если там 8 часов открывается дай бог если в 10 так что там торчать но не заодно все разведывает так что как говорится с богом let's go погнали я так понимаю что а кому-то место не хватало я так думаю что там тоже можно было выезжать по прямой там знака нету типа только налево направо не только налево ну что все у порядке братишка уже дома отдыхает как я понимаю я вчера ему уже не писал дороге он там понесся время тоже горела рабочую что мы тоже сейчас погоним на у нас мы идем вот виада еще еще слева саркл кей короче места хватает если не поздно приезжаешь на границу то и нормалёк интересно и налево и направо с правой полосы такой интересная стрелочка еще я не знаю как приятно наверно приятно такая вещь как зашел сейчас на заправку кофе хотел купить булочку спрашиваю по начинаю спрашивать по поводу хлеба она со мной полаг по литовски окей нет проблем я не спрашиваю 3 хэпи сам брэнс и а сразу перед приходит на русский не она сразу такое чего нормально тогда я лагеря по русски спрашиваю она переходит на литовский окей перехожу на английский у вас тут есть хлеб купить а чего сразу почему-то вспоминает русский язык вот удивительно вы работаете в международной точке я ничего не хочу сказать против да насколько я понимаю сервис до обслуживания все дела если ты работник сферы обслуживания продавец начинаешь если кто ты его начинаешь на государственном языке но если клиент начинает разговор корректный продавец до переходит на язык общения клиента это невежливо я так думаю когда я начинаю на русском она мне отвечает на литовском и когда ей начинаю на лад на английском либо на латышском она переходит на русском вот зачем зачем так делать мелочи да но я вот эти мелочи замечаю меня например наташин брат сами сами тебе приятно слышно на границе в беларуси и литвой заехал на литовскую сторону и по моему начал с русского языка что-то у нее спросил она перешла на литовский язык но он перешел на латышский когда она не спрашивает он не начал отвечать на латвийском языке и она сразу после этого перешла на русский да я груза нет это конечно не шути одно дело если у тебя там все нормально да ты чистый ничего не надо проверять но все равно она же может обидеться и начать тебя по полной проверять но сам факт он переходит на латышский она на литовском потом она понимает что она нифига не понимает тогда переходит на русский язык насколько я знаю ли то вот если бы она была умный человек она бы перешла на английский язык и если бы саня не мог бы там с ней общаться на английском языке тогда она могла бы там докопаться нам по полной так скажем но вот такой факт есть просто между клиентами между продавцом и клиентом между такими вещами должно быть какой-то копирейши взаимопонимание построить себя еще в наше время то русофобию пока покажу для показуху что ли зачем это надо это мое личное мнение как вы считаете я вот считаю так я никогда ни на кого не наезжаю потому что мне не трудно общаться на русском на латышском и на английском что-то было не со что-ли валялась мне вообще нет никакой этой самой и я всегда стараюсь стране в которой я нахожусь нет я сейчас обману в польше я никогда не перехожу на польский язык вот категорично не перехожу просто я общаюсь на английском я могу там показать свою память там шейкать знаете но я этот язык не знаю как у меня нет желания его учить так скажешь и я могу сказать пару слов там прошу по не дата но я общаюсь на английском и даже расскажу больше если со мной я вижу человек не понимает английский язык некоторых стран то я продолжаю сейчас на английском языке но все равно я понимаю о чем он говорит хотя бы мысль потому что задал вопрос я и по интонации человека да по жестикуляции ты понимаешь что он тебе отвечает есть такая фишка надо уметь слушать вот я так и делаю на польский я бы я не перехожу не потому что что я вот сюда говорю что приятно людям нет я вот это сложилось такая вот фишка что не говорю по польский особого желания хотя корни у меня польский там есть какие-то фамилия тасимкевич и больше родственники у меня живут но как-то вот вот не знаю просто наверное я даже могу примерно сказать почему потому что мне порой я наблюдаю за своими коллегами в польше там магазине там в ресторане они множнее не все они все есть которые разговаривают по-польски примерно потому что сильно работают знаешь интересно я только за них рад но очень много клиент заискивающих понимаете они говорят по-польски как бы преклоняясь перед ними вот это вот как-то поразительно не знаю почему в чем причина этого какой-то заискивание но это очень очень хорошо видно если вы наблюдательный вы посмотрите и увидите именно какой-то на бабку как-то за работ раба плетство плет какой-то работ не знаю какой то вот такое вы знаете как будто ты виноват перед ними что у них что-то попросил это как-то блин неприятно вот наверное я очень часто это встречал когда ездил христеркамп именно в польше да со своими коллегами я так поражался играть я до одного спрашиваю а что ты так заискивающе разговариваешь ну мало ли там типа не продаст ну как не продаст для поляков это блин это их бизнес в первую очередь как это не продаст это она должна заискивать чтобы ты купил ну наверное ведь ты прав и продолжается росте так вести ну каждому свое но я считаю что надо уважать свой родной язык язык страны в которой ты находишься и в которой ты живешь да но не быть вот таким вот заискивающим человеком что блин боятся что если ты не скажешь тебе не продадут закон бизнеса закон торговли как мы всегда любим говорить клиент всегда прав здесь продавец первую очередь должен идти на контакт с покупателем покупатель тоже тоже конечно вежливо относиться к продавцу но не заискиваю не стоит это как-то по-моему снижает ваше такое самоуважение понижали точку до самоуважения так скажем ну это лично мое мнение я так вот чуть решила сейчас утра высказать у вас она может быть руки потому что я говорю даже вот во франции я говорю блин там я знаю три слова пардон мадам и д'артаньян по-французски а по-немецки говорю знаю только гитлер капут ну ладно ребята гоним дальше продали кругом сейчас начнутся эти средние скорости пикает мне едем на встречу вильнюсу давно я там не был на грузовой машине на легковой то в этом году я был три раза нет до 3 вру туда-обратно обратно до обратно пять раз я был уверен но это когда я ехал в белоруссию из белоруссии сейчас я еду на большой машине кстати надо будет мне как-нибудь сделать видос относительно того знаете вспоминая вспоминая годы проведенные за рулем я все конечно просто подвести итоги какие-то там ну сколько я уже больше года да как бы в профессии просто рассказать на как я начинал нам это будет интересно для тех кто начинает какие шишки набивал как проходил и может быть какие-то советы дам начинающему именно советы они наставление да там или там нравоучения нет наверное наверное надо будет сделать такое видео как-нибудь может быть это уже из дома сидя на диване развалившись сигары со стаканов писки сечу конечно ну наверно надо потому что а может быть даже не не видео сделать я сделал сделать стрим чтобы отвечать на вопросы этих подписчиков ли кто будет смотреть стрим единственно почему то получается что на стриме вопросов мало задают потом начинают в личке писать я вот это не понимаю в чем стеснение не люди заходят сейчас вы стали перестали заходить люди на стрим которые ждут игр каких-то я помню блин идет стрима вопросы а игры будут а играть будем а в какую играть игру будем когда ребята наверно думают если стрим это значит какие-нибудь танчики какие-нибудь знаете ну если ты игровые стримы там сюда ходится с автоматом и рассказывает как он ходит тоже наверно у каждого свой интерес наверно тоже интересно ну если смотрят то сто процентов кому-то интересно как же как иначе ну и сейчас понимаете вот мой канал да он развивается я считаю он еще развивается и вот на начальном стадии то сейчас у меня там более тысячи подписчиков стало и монетизацию подключили кстати прошу прощения за рекламу который идет начале каждого видео это просто подключена монетизация они почему-то врубили я вроде как отмечала рекламу называется там у них есть варианты рекламу которую можно пропустить есть реклама которую нельзя пропустить но все равно в начале видео они почему-то мне ставят рекламу которую я так понимаю нельзя пропустить или я что-то там ну я брали я так выбираю что надо мне это реклама которая с возможностью пропуска ну пока она есть может быть это на начальней стадии может сами потом отключат ну вот как есть так есть то есть я не специально это все делаю но вы должны тоже понимать что как это сказать что блогеры получают у тех кого подключена монетизация да они получают доход именно с показа рекламы не то что там с перехода по ссылкам да как есть вам некоторые варианты а именно с показа рекламы просмотрен так наверно я не знаю потому что я конечно я доволен что какая-то монетизация а потому что честно я вам скажу я вкладываю деньги в канал ну я не в сам канал возможность заливать видео вот и и сейчас мысль про подписчиков у меня начался канал с моих с моей работы в троллейбусном парке там у меня есть плейлист на троллейбусах маршруты риги все маршруты риги кстати сейчас андрюша там он тоже продолжает эту вещь он немножко по-другому показывает но я первые вообще-то честно говоря первые в латвии первые в риге который показал все все возможные маршруты риги троллейбусный на тот момент на этом работал вот и вел стримы стримы с этого самого с рабочего момента как я еду на троллейбусе кстати почему-то принципе мы причина почему я ушел за него сатекс мы повторюсь потому что один из пассажиров друг блин написал на меня жалобу якобы я еду комментирую свою поездку и нарушаю правила дорожного движения они там проверили я ничего не нарушаю но предъявили мне претензию что я могу нарушить права личные данные пешеходов которые идут на улице ну ребята ну вы блин либо вы нездоровые либо вы блин какой-то бред несете потому что все мы смотрим новости все мы смотрим какие-то программы и там куча людей показывают которые ходят я же не акцентирую на кого-то внимание и говорю что вот смотрите идет сидоров у него грязная шляпа там или там петрова идет у нее там платье порно это как бы мне мне короче запретили выкладывать видео и тоже запретили сказали чтобы я если я буду продолжать выкладывать на youtube видео на меня они виде газ атаксами на меня подаст жалобу о возможных нарушениях персональных данных пешеходов ну бред конечно бред но я вам сказала ребята вы мне принадлежали крылья поэтому я буду уходить я не доработал положенного срока ушел раньше выплатил компенсацию я вам скажу я выплатил компенсацию 1400 евро за мое обучение отработал два с половиной года таковых правил ну ладно это предисловие так вот а также на канале есть полезное видео опять же это видео даже больше для меня там по машине там по некоторым или так и редактором потому что с вопросами которые не связываешься постоянно я снял видео чтобы больше там для меня ну например у меня подрулевая улитка до шлейф так сказать навернулся я его менял и делал на марацуху переделал из китайского потому что не подходил по диаметре я сделал это видео она есть там называется сломался шлейф подрулевого не спешите выбрасывать там 4 виду все это это сделал я чисто для себя и выложил кстати он там очень много просмотров набрал свое время и набирает постоянно пишут вот это второй вариант моего канала и дети варианты тоже дальнобой что я хочу сказать вот на эти вещи люди подписались на мой канал на троллейбусы до подписались на вот эти полезные информации и ждали что будет какое-то большое продолжение но троллейбусы закончились там есть заключительное видео что я ухожу в другую профессию также про дополнительную информацию полезную информацию я больше ничего особо не снимаю потому что нет необходимости кстати вот сейчас я буду менять шлейф на своей машине опять у меня там что-то я так подозреваю что подушка вылетела что возможно шлейф что-то вылетела подушка висит безопасности я опять буду просматривать свое видео и на основании его буду менять потому что там есть хорошие моменты там полезный время в первую очередь для меня я лишь и конечно поделился с ребятами так вот и что хочу сказать теперь идет большой плейлист именно наши работы дальнобоя да и понемногу понемногу отсеиваются те люди которые ожидали большего ожидали продолжения банкета я просто же вижу например там сейчас это кстати стало меньше сейчас стало больше наоборот подписываться но все равно один-два человека в неделю уходит может быть кто-то подписался с дуру ожидал большего на данный момент от дальнобоя может быть подписался думал какие-то будут уроки но я еще раз говорю у меня не обучаем не обучающий канал у меня лайк стоит она это значит что что вижу о том и говорю то есть как бы пастик почти стрим так скажем но и люди стали уходить уходит уходит но все равно прибор больше приходит чем уходит но это нормальное явление канал очищается как бы от не то что лишних на случайных людей но к сожалению к сожалению получается так скажу 50 грубо говоря 58 по 52 процента у меня тех кто под не подписан смотрит мой канал кто достаточно большой процент и всего лишь 49 процентов подписчиков смотрят мои видео но это как-то странно конечно причем скажем так что преобладает по статистике постоянных зрителей я не знаю что это имеется ввиду это не подписчиков это постоянные зрители это которые постоянно смотрят но они не подписаны на мой канал как-то вот это я понять не могу ну ладно все равно как 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 и есть но монетизация подключена какой-то маленький реально вот маленький доход но он капает приятно еще раз повторю моя цель была я проверил на прошлом стриме что теперь есть у меня возможность вести стрим то есть я очистил телефон от посторонних программ и напрямую могу вести стрим с телефона надо там подключать программы которые если не бесплатно они лагают там все неплатные по подписке то надо еще там платить я то и так вкладываю деньги свои за трафик так скажем я плачу где-то 50 евро за 100 150 гигабайт одно видео залить меня вот изначально 6 сейчас я немножко снизил планку надеюсь качество не ухудшилось сейчас сделаю 3 4 гигабайта видео для заливки почему 6 сейчас скажу 6 гигабайтов это оптимальное качество и объем до видео который youtube не обрезает если вы будете загружать видео более 6 гигабайт то как бы вы не добьетесь нужного вам результата все равно youtube его будет обрезать в качестве и самый оптимальный именно 6 гигабайт это самый максимальный вот ну сейчас потому что реально 6 гигабайт это много и 150 гигабайтов смотреть это всего лишь 20 там 25 максимальное видео если ты больше ничем не пользуешься на интернете больше не пользуемся так скажем а только вот заливаешь заливаешь и заливаешь поэтому то есть я вот скажем каждый месяц складываю 50 евро это не развитие канал это просто для того чтобы делиться с вами бить так скажем потом что я еще хотел сказать я вот на фейсбуке мне тут а почему 50 откуда такая я пользуюсь теленором шведским это не реклама это просто мне удобство свое время мне вытек спасибо вам большое приобрел карточку начальную в этом самом швеции я на швецию работал и и санька который живет швеции уже давно просто мне ее помог оформить и он оплачивает ее когда я прошу 50 евро на сам договоренность своя конечно не за бесплатно 50 евро тратить свои с этим все нормально но сейчас там такая фишка что должно быть зарегистрировано я так понимаю на шведского со шведского айди карточка хотя я могу ошибаться иначе с 1 февраля не отключает если вы больше четырех месяцев не были в швеции вы будете отключены я тоже недавно получил это сообщение санем на меня еще распили на себя вернее перезады регистрировал или наоборот до конца зарегистрировал ее и теперь у меня нету проблем пришло сообщение что карточка зарегистрирована если это не вы это можете позвонить узнает там то есть у 5 10 я понимаю как сами мне объяснил это типа по борьбе с всякими нелегальными всякими нелегальным бизнесом нужно чтобы карточка была привязана к айди то есть у меня этот вопрос решен но вот у ведь к например но он не решен и он ищет варианты карточек в европе он не попросил поскольку он там очередной раз забанен на фейсбуке фейсбук же любит банить да там за особенно в наше время заходит критику особенно в сторону в сторону некоторых вещей с которыми вы не согласны кто-то пишет жалобы либо они там как-то проверяют ну вот я написал вопросы ты в группе вернее он был у меня я его написал что он типа еще актуален ну я там формально написал мне нужна европейская карточка мне начинают рассказывать ребята что вот купи там у нас в латвии бит или 2 лнт и не парься блин ребята вопрос у меня я там написал что у меня есть они врубают этот самый тариф блин я нахожусь европе вот войти в хейстер кампе уехал на 6 недель я не верну не возвращаюсь они там врубают от новой такой налог солидарности называется когда вы больше течение по моему двух месяцев больше находитесь в европе тратят ради кто у вас там какой-то момент цена меняется за объем понимаете я написал для нормально русским языком ищу швейска то вы мне начинаете советовать да не надо мне это у меня есть бит у меня бизнес подключение я не знаю на 15 я даже не знаю сколько гигабайт я еще раз повторю я и не пользуюсь она у меня как бнз стоит и это надо не мне человек у него тоже есть или два это же у него большой объем но ему не хватает потому что уезжает на 8 12 недель в европу как как и понять не можете начинаете не рассказать когда я когда я уже устал объяснять что-то не мне другу говорю блин у меня одно видео 6 гигабайтов стоит не 150 мало бывает в месяц сейчас написал один пишу там живешь то какая разница где же у я задал вопрос зачем вы мне задаете вопрос и такая же самая ситуация знаете как говорят ты ты что там такой национальности на вопрос вопросом отвечаешь но ребята если человек задает вопрос надо ждет от него ответа он не ждет вопроса на этот вопрос ну например вы задали блин простой вопрос где купить не знаю колесо а в ответ на этот вопрос вы получаете другой а зачем она тебе надо ну вот как вы это это нормально я считаю блин это как знаете вот как ребенок примут но тебе задали вопрос конкретно катя раньше чем она надала ты по существу ответил и вот читая за грязный комментарий улыбаешься вот реально вы пишу там живешь то какая разница живу я там работу ведь люди да при нашей профессии не все живут только вот этой работой я знаю людей которые работают еще удаленно в интернете я реально говорю наши коллеги не все тупо рулят спят и видосы смотрят работать в интернете удаленно есть люди которые работают как называется лен копирайтером вот это должен приносит дополнительный доход понимаете то есть для этого нужен трафик для этого уже нормальный интернет для этого нужно гигабайт все просто зачем это объяснять я ни на кого не наезжая просто пытаюсь понять логику вопроса на мой вопрос вот какая разница живу я не живу я все должен расписывать чем я занимаюсь да ведь и главное что тебе это неинтересно если ты задал тебе это реально не интересно ты просто хочешь поумничать и поехинить до живу я здесь что ну что такие вот вещи то есть блин как бы вкладываю конечно вкладывать надо вкладывать без этого ничего не произойдет если я написал благо заголовок у меня было там одно видео тут не набралось по 1000 подписчиков но я и тоже понимаю что наверно можно не половина этих подписчиков какая-то часть это люди которые как бы случайные знаете как родственники знакомые друзья из-за доброжелательность просто подписались колокольчик не нажали и забыли ай выходит и выходит выходит и выходит ну ладно это это что канале так вот надо будет один раз действительно сделать видео год в дальнобои я чуть больше года в дальнобои я скажу что начал то я работаю дальнобои первого ноября прошлого года позапрошлого года ноябрь декабрь и новая год и три месяца это моя третья компания и девятая каденса вот ну ладно мы продолжаем движуху сто тридцать километров до вильнюса скоро буду выходить на связь с ребятами узнавать как у них дела как обстановка и все дела куда там ехать куда идти особо конечно мне это не надо разберусь ну хотя бы какие-то начальные так скажем вещи хотелось бы знать хотя бы куда подъезжать там сразу становиться возле забора ли там несколько паркинг так что вот так время уже 7 часов два часа будет ехать посмотрим посмотрим ладно ребята гоним дальше навстречу вильнюс пока идем нокаут и так и так и так и так и так и так ребятки друзья коллеги походу подъезжаем 4 километра осталось мне до ой до места но походу у нас нарисовалась проблемка потому что ребята там а у них требуют инвойсы инвойсы нам нам не выдали самое интересное что я спрашивал инвойс еще я говорю все документы да я говорю а инвойс нет не надо все в порядке ну вот походу надо будет решать эту проблему надо будет я сейчас туда приеду спрошу что очень важно знать какой именно форм форму инвойса им необходима могу ли я заказать что скажем прислали мэйла мне там или кому а мы там их распечатаем это первый вариант второй вариант не знаю ждать такое ощущение что этот трип в сторону риги у нас как-то не заканчивается это уже завтра будет третья неделя мы занимаемся последними вот этими вот вещами ой сори задумался и живота разобрала три километра еще ну сказали там нормально заезжаешь там паркинг потом идешь в этот они уже работают с девяти часов сейчас девять пятнадцать как раз я приеду пойду разбираться ну зайду скажу ребята здравствуйте не знаю по-английски не разговаривать по-русски у меня вот по видимо такая же проблема как у коллег инвойса нету в каком формате вам нужен инвойс есть ли возможность инвойс прислать имейлом распечатать либо нет но потом придется звонить луке к луке человек который занимался нами интересоваться почему такая вот фишка если вы говорили что не надо больше ничего интересная ситуация правда ну ладно безвыходных ситуаций не бывает я точно не поеду обратно за инвойс мне это сто лет сдало мне это сто лет сдало я не думаю что так надо будет что кто то вез с попутным грузом ну я не знаю это вообще блин конечно причем фотографии всех документов были отозланы и мной и коллегами в офис они получали они получили добро что надо ехать ну и все и мы поехали так и вот мне очень кажется что я был на этой фирме вот это она по моему посмотрим потому что по моему я вот там был мне вот очень-очень так кажется был когда был на этом самом на грузовике там справа маленький паркинг потом второй паркинг не ну там не надо было на паркинг заезжать там потому что рампу ну я не знаю сейчас посмотрим ну вот что там как то вот знакомое место и ситуация очень знакомое заезд вот такой вот знакомый этот мацебу которая едет вперед уже блин мозги парит инспектор вот не учит вежливости эту машину вот я реально вот я смотрю вот он впереди в него куча места есть пропустить колонну почему вот не учит если ты видишь что за тобой собралась свадьба свадьба и ты тормозишь движение я понимаю можно идти под морду кирпичом но блин нормальный водитель съедет на съезде там паркинг-плейсы были остановится пропустит ребят и поедет дальше вот есть горе инструктора такие да он прав он ничего не нарушает но учить надо сразу вот этому этике водительской нет по-моему чуть-чуть другая там вот как раз где я был с правой стороны ведь согласитесь есть этика водительская этика в уважении к другим участникам движения если вы инструктора не закладываете это дело изначально своим студентам то потом этот же студент не будет уважать вас на дороге именно вас в первую очередь и вы будете ехать и плюваться что за фигня пятое-десятое потому что вы так научили его даже я бывает еду на своей фуре я вижу что я торможу я встану в кармашек пропущу все всю свадьбу и потом только еду дальше ну вот сейчас мы кстати приезжаем так где мы там сейчас заехать надо найти место заезда ну не здесь же правильно вот там наверно где это где-то ребята стоят на территории нет нет это было не здесь однозначно что-то не понял что он там остановился вот за мной стоит легковая встала и стоит без поворотника значит тебе дальше вот такси поехал а ты-то что стоишь странный чудак а где они там встали там и встать особо негде не есть трампа напротив нет нет я не здесь был вот легковая конечно ооо проснулся вот я так и не могу и куда ты сейчас там лезешь в ворота ой блин а а а проблема а то есть будет задом сдавать а 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 Сейчас ребят спрошу Что там у него, блин, за проблемы? Туда-сюда едет, назад-вперед, блин Там не срабатывает камера, что ли? А как вы заезжали? Просто подъехали к шлам-паму Рацию, ключи объясню А то тут один стоит, блин, непонятный Давай Рацию, ключи Я слушаю Дайте к этому мудаку, пускай ближе к шлагбауму подъедет Он открывается, никуда ходить не надо Ближе к шлагбауму приезжаешь, и он сам открывается А этот мудила сейчас будет тыкаться туда-сюда Да пускай тыкается, блин Он и тыкается туда-сюда, туда-сюда Что нужно сделать? Поближе к шлагбауму подъехать под камеру? Да, ближе к шлагбауму подъезжаешь, и он поднимается, и заезжаем Вот тут слева паркинг будет, мы стоим уйдем А там что-то со шлагбаумом случилось Потому что там стоит на легковой машине, и ему что-то говорит Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я говорю, ну блин, зайдешь к вам По-русски начнешь говорить, вы на литовский перейдете Я говорю, мне-то по барабану Смеются Говорят, это такой дебил так делают Я говорю, ну вот, встретился сейчас с молодой девушкой Я ей по-русски, она по-литовски Я ей по-английски, она по-русски Посмеялись Взяли копии Записали ему номер телефона Сказали, ну, ждать информации Ну, даже, наверное, прийти пломбы проверить Или что-то там дать, я не знаю Короче Ну и пришел с офис адрес, куда ехать Это 8 километров отсюда надо будет отъехать И там будет загрузка Выгрузка Ну, вот такая вот пока информация Что дальше будет, фиг его знает Ждем-с Ну, уже долго жду, я считаю Больше часа я уже здесь Сейчас 11 Три палочки Как я тут стою Ладно, продолжаем ждать Надо что-нибудь перекусить Субтитры сделал DimaTorzok